Приветствую вас дорогие друзья! Сегодня мы представим вам обзор двух бюджетных газовых систем для подогрева и приготовления пищи. Это джекбойл и корель. Оба получаются в максимальной комплектации. Это Ява Кит, здесь у нас находится сама горелочка, кофе пресс и подставочка под баллон. В Ковее крышечка у нас закрепляется резиночками, это обновленная моделька, здесь тоже крепится. Сама горелочка, по объему они разные, это литровая, это полтора. Подставочка под кастрюльку, переходник и под сковородку. Здесь такого нет. Ну и мешочек. Очень приятный аксессуар. Он позволяет долгое время сохранить нашу горелочку в хорошем, красивом виде. На Ковее есть ручки. И чехольчик, который не даст обжечься. Закрывается низ с радиатором. Это резина плотная. Радиатор закрыт. У джетбойла идет пластиковая. Этот стаканчик у джетбойла используется для того, чтобы пить чай. Он у нас идет с верной шкалой. Либо кашу есть, кому как больше нравится. Итак, наша задача состоит в чем? Посмотрим, насколько быстро вскипятится 500 грамм воды и сколько потратится газа. Ценовая категория у них, корея чуть подешевле, джетбойла чуть подороже. Это Корея, это у нас Америка. Ну, давайте начнем. Баллон мы используем уже глушный. Сейчас мы взвесим. По объему здесь 450 грамм. В эту, получается, горелочку можно 100 граммовый баллончик положить. В эту 230 грамм баллон. Этот бы тоже вместо, но великоват. К сожалению. И тогда, что эта система, что эта система. Они компактно собираются и заливают в рюкзаке немного места. Давайте начнем с джетбойла. Возвешиваем. Так, взвешиваем. 356 грамм. Так, ну все. Установили горелочку на баллон. Вот. Сейчас мне понадобится 500 миллилитров, миллиграмм воды. И засекем по времени, сколько у нас займет приготовление. Поставим секундное время. Через сколько секунд закипит вода. По установке у нас получается... Джетбойл защелкивается. Система держится очень хорошо. В джетбойла также есть защита. Ручка выполнена таким вот образом. И плюс еще есть индикатор. И нагреть он меняется. Крышечка предназначена для налива воды. И что любить. То есть удобно. У коней эта функция только для налива. Время пошло. До максимума. Все. Вода закипела. Вот видите, красным цветом все. Здесь у нас кипяток. 352 грамма. Следующая у нас корея. Выглядит она повнушительнее. Также отсутствует пьезоэлемент. Рычаг выдвигается. У маме примерно такой же. Все. То же самое, но крепление у нее болтается. На джетбойле все это гораздо внушительно. Так же 500 миллилитров воды. Запускаем. Уже видим, что ховея проигрывает. Кипяток она гораздо больше. Хотя площадь дна не у нее ширит. Все. Вода закипела. Минута 55 секунд. Ну что, друзья. В принципе, не будем считать, что эксперимент был идеальным. Чистым. Где-то какие-то недочеты были. Сейчас мы еще замерим, сколько мы потратили газа на корею. Плюсы. Ну, я думаю, что объем. Объем в полтора раза получается больше. На 500 грамм. Компанию можно напоить чаем гораздо больше. Горелки. Ну, чисто походные. Они у нас получаются для того, чтобы сэкономить нам вес. Вес и объем в рюкзаке. Давайте взвешиваем, посмотрим, сколько газа мы потратили, чтобы уже узнать. 348. Горелочка более экономичная, но время закипания у нее чуть больше. При одинаковом расходе здесь мы времени потратим меньше. В этом случае времени потратим чуть больше. Иногда это критично, иногда нет. В условиях привала, я думаю, лишние две минуты отдыха не помешают.